Утром на улице Панино всегда оживленно. На небольшом расстоянии друг от друга здесь находятся два детских сада и школа. Хорошее место для того, чтобы проверить, все ли родители соблюдают правила перевозки несовершеннолетних детей в машине. Большинство родителей, конечно же, понимают, что им ехать недалеко, так как, как правило, все детские садики расположены вблизи непосредственного места проживания родителей. И родители, вероятнее всего, думают, что ехать буквально 200-300 метров, я с небольшой скоростью проеду этот небольшой отрезок, все будет хорошо. Но не всегда в жизни бывает так, что если ты едешь со скоростью 20 км в час с прилегающей территорией, другой нарушитель не едет с превышением. Адобные проверки приносят неплохие результаты. Если в прошлом году в Иванове было выявлено 230 правонарушений, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств, то за аналогичный период этого года всего 104. У меня двое мальчиков, двое сыновей. Часто перевожу их на машине, стараемся придерживаться, конечно, правильной перевозки, всегда стараемся соблюдать эти правила, пристегиваемся ремнями, как положено. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, перевозка детей до 7 лет, независимо от того, где они находятся, на переднем или заднем сидении автомобиля, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. С 7 лет на заднем сидении автомобиля уже можно пользоваться штатным ремнем безопасности. Но, опять же, сотрудники госавтоинспекции не рекомендуют это делать, поскольку любое кресло автомобиля рассчитано на рост человека выше 150 сантиметров. И в случае, если вы ребенка пристегите обычным штатным ремнем безопасности, зачастую данный ремень проходит по линии горла. И в случае резкого торможения могут быть травмы. За время проверки сотрудниками отдельного батальона Дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено три правонарушения, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Но родителям следует бояться не штрафа, который на сегодняшний день составляет 3000 рублей, а более тяжелых последствий в случае ДТП. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова